Известный журналист Михаил Кожухов считает, что сегодня главная задача родителей это отгородить детей от трех «не». Неответственность, необязательность и невзрослость. В плане того, что ребенок, например, всегда находится под опекой родителей и не может самостоятельно принимать даже какие-то самые простые решения. Вы с этим согласны или у вас какое-то свое мнение на этот счет? Скорее я соглашусь. Дело в том, что у нас в педагогической, психологической среде даже термин сейчас такой новый появился – родители консервы. Мы называем таких родителей, которые готовы заключить детей в такую жестяную консервную банку и оградить их вообще от всего, от мира, от жизни, от забот, от хлопот, от каких-то тревог и беспокойств. И, в общем, тем самым оказывая им далеко не самую хорошую с точки зрения их будущей жизни услугу. Когда тебе 35, и ты еще не чувствуешь себя взрослым человеком, и это сейчас история такая совершенно сплошь и рядом. Хочу то, хочу это, здесь попробую, тут побуду, там поделаю. То есть это сложно для будущей жизни, потому что у человека нет опоры, да, то есть все-таки, мне кажется, стержень деформируется. Тут еще важно, понимаете, это такой же обоюдный процесс, да, еще и родителям нужно быть готовым, да, отпустить ребенка из гнезда. Никогда общество человеческое не было таким детоцентричным, каким оно стало сейчас. И, конечно, будут меняться подходы, конечно, что-то изменится. И мы сейчас с вами вот в процессе этих перемен. И сказать, как правильно, никто вам не сможет. Воспитание ведь это вообще такой процесс, понимаете. Мы воспитываем сейчас, а результат можем увидеть через 10-20 лет, да. Поэтому, ну, тут не бывает готовых рецептов. У нас сейчас, на самом деле, задача умножилась на два, потому что, если раньше, ну, как бы, нам было сложно с теми родителями, которые, ну, причиняют детям моральные и физические страдания, ну, такие понятные нам, да, там, ну, применяют там физические методы воздействия, да, там, бьют, ну, и, не знаю, наказывают, лишают там чего-то такого, что является угрозой для жизни и здоровья, да, не кормят там, не одевают, ну, вот такие, да, родители. То сейчас у нас есть еще противоположный полюс появился, и это тоже сложно, когда пере, да, когда гиперопека, когда слишком забота, когда вот это все. Это тоже сложно. Тема буллинга сегодня у нас тоже не теряет своей актуальности, в том числе и в Алтайском крае. Когда родитель должен понимать, что надо уже защищать ребенка от детей, от одноклассников? Безусловно, одно, ребенка желательно не оставлять наедине, ну, как бы, с какой-то ситуацией, вот, дискомфорта в общении, если мы видим признаки, что он сам не может с этим справиться. Признаки, на самом деле, очень простые. Признаки стресса у ребенка – это, ну, любые резкие изменения поведения, да, то есть, там, хорошо ел – перестал, нормально спал – начались проблемы. Задача родителя – чуткого, внимательного, взрослого, поддерживающего, да, ну, попытаться выйти на диалог и все-таки понять, что происходит с ребенком, нужна ли ему помощь. Не всегда вмешательство – это вмешательство в прямом смысле слова, да, то есть, что вы пошли на разборки, да, вместе или, там, отдельно вообще. Иногда это просто какой-то совет и поддержка, и даже если вы не можете ничего посоветовать, сказать, знаешь, что я не знаю, как поступить в этой ситуации, да, но, ну, давай вместе подумаем, вот, там, почитаем, поищем что-то еще, то есть, это тоже поддержка, понимаете, это тоже помощь. Мы сегодня живем в современном цифровом мире, поэтому очень много споров на тему компьютеров и гаджетов разрешать или не разрешать. Так вот, надо ли от них защищать детей? Это такой момент, когда нужно понять, что ко всему мы относимся без фанатизма, мы живем в цифровой реальности, ничего с этим уже мы поделать в данный момент не сможем. Единственное, что нас спасет – это рубильник, ну, как бы, все остальное бесполезно. То есть, и опять же, задача родителей – не забирать там телефоны, не там ограничивать что-то, а научить ребенка в этой цифровой среде жить. Правильно реагировать на новости, где-то, может быть, отфильтровать контент, да, у самых маленьких, да, то есть, сформировать критическое мышление. Я считаю, что нужно договариваться и ограничивать время пользования телефоном, потому что дети сидят в них ночами, вот это все, то есть, это тоже, да. И знаете, что еще важно? С точки зрения безопасности. Сейчас вот эта телефонная история, она, как бы, ну, то есть, там предлагается детям работа, и дети вовлекаются в множество противоправных действий именно через вот интернет. Да, не только телефон, это касается компьютера, ну, то есть, через сеть интернета они вовлекаются и в наркоторговлю, и в что только они вовлекаются, да, и в террористическую деятельность. И вот в этом смысле тоже, мне кажется, родителям очень важно разговаривать об этом. Всевозможные виды мошенничества, да, о которых мы говорим, всевозможные виды, ну, когда, там, просят присылать какие-то фотографии, там, и так далее, да, то есть, это все тоже, это новый вид опасности для наших детей, которого раньше в природе не существовало, и здесь нам, взрослым, тоже учиться и учиться. Они же тоже, ну, как бы подростки особенно, да, я справлюсь, да, я сам умный, да, сама там все знаю, что вот тут это самое, но, тем не менее, не нужно на это вестись, нужно повторять и рассказывать, и каждое лето напоминать, и купаться там, и на велосипеде не выезжать, то есть, ну, такая вот наша родительская судьба, да, то есть, и не упускать эти вещи очень важно.